Так, сразу обращаюсь к подписчикам, это не стандартное видео, это гайд для чайников, как войти в крипту. Цель этого видео сделать так, чтобы каждой бабушке было понятно, зачем эта крипта нужна, где хранить, как управлять и где купить. Вот чтобы это видео просто лежало на ютубе. Мы создали множество видео разной сложности об изменении рынка труда, прогрессии и цифровых валютах центральных банков. И считаем, что нужно, чтобы как можно больше людей понимало, в какое безумие катится человечество. Ведь чем больше понимают, тем меньше всё это становится похоже на безумие. Так что если вы из себя весь такой крипто-анархист и пережили не один хардфорк, то лично вам это видео бесполезно, как можно догадаться по названию. Но вы можете кинуть его абсолютным новичкам, может быть тогда они начнут хоть немного вас понимать. Итак, мы делали множество видео о криптовалюте, там очень много информации, но как нам кажется, мы упускали самое главное. Вы уже слышали про анонимность, блокчейны, невозможность взлома, децентрализацию и прочие модные словечки, это конечно хорошо, но сейчас во главу угла мы ставим другое. Это полное владение своими активами. Самый банальный пример. Операцию в банке могут отклонить, счёт могут заморозить, ваши данные о состоянии счёта продаются на чёрном рынке. Да и перевести средства за рубеж не так просто. В криптовалюте никто не может на твой счёт повлиять, никто не может наложить на него запрет, никто эти деньги не спишет. Никто даже не поймёт, что ты через границу перенёс в своём кошельке миллиард рублей. Средства полностью твои. Да, конечно, тут как и везде есть обратная сторона медали. Именно из-за того, что ты сам полностью отвечаешь за свои активы, вытекают последствия. Первое. В случае твоей ошибки некого винить. Техподдержки не существует, деньги сгорели. Второе. Если у тебя в итоге деньги украдут, например, хакеры залезут на комп, или просто в реале будут пытать утюгом, ты не сможешь обратиться в полицию. Ну и третья моральная сторона вопроса, этим инструментом действительно пользуются разные мошенники. Но этот пункт рассматривать тут не будем, потому что эти люди уже давно знают больше меня. Таким образом, если вам интересно, что в ваш кошелёк не могут заглянуть ни банк, ни государство, ни кто-либо ещё, но при этом вы готовы уделять время правильному хранению, можете продолжать это видео. Потому что после принятия философии криптовалюты появляется практический вопрос. Где хранить? Если у нас есть наличка, нам нужно место под матрасом. Если у нас электронные деньги, то у нас должен быть аккаунт сервиса. Если у нас онлайн банкинг, то должен быть счёт в банке. Так и здесь. Нам нужно создать место, где всё это добро хранить. И сейчас будет целых три способа. Первый. Геморройный, но безопасный. Второе. Простой и небезопасный. И третье. Простой и безопасный, но платный. В общем, всё как в жизни. И конфетку съесть, и похудеть не получится. Итак, способ создания счёта номер один. Геморройный, но безопасный. Кстати, именно на этом способе вы поймёте фундаментальный принцип работы криптовалюты. Даже если он вам не подойдёт, вы поймёте основы, после которых разберётесь сами. Для этого вам понадобится не обычный жёсткий диск, а SSD. Дело в том, что вам придётся скачать всю историю транзакций, которая была по конкретной криптовалюте. Для примера возьмём самую первую, относительно неволатильную, биткоин. Так вот, что вы делаете? Заходите на сайт bitcoin.org и скачиваете биткоин-кор. Кстати, криптовалюта это давно уже не удел странных айтишников и всё больше людей втягиваются. Тут на сайте можно выбрать множество кошельков. И все они отличаются как раз безопасностью, уровнем владения и удобством использования. Вот прям сейчас и разберём основные отличия. А биткоин-кор, он же ядро биткоина, самый первый и объёмный кошелёк, который можно установить. Путь к установке выбираете диск SSD. Именно тут он вам и пригодится. После чего вы начинаете качать буквально все истории сделок биткоинов, происходивших в мире. Раньше, когда он только появился, все записи за год не весили и одного гигабайта. А потом, с хайпами, скачками курсов, вовлечением пользователей, созданием бирж и появлением ботов, этих транзакций стало мама-не-горю. И скоро приблизится к тысяче гигабайтам. И да, вам всё это надо скачать. И если у вас не будет SSD-диск, переводя на простой бабушкин, ВЖУХ ПИПЯЦ, КАКОЙ БЫСТРЫЙ ДИСК! То с обычным HDD вы будете прогружать это миллион лет. И дело не в скорости интернета. К счастью, вам не нужно иметь SSD на тысячу гигабайт. Можно поставить настройку, чтобы у вас на каждые условные 4 гигабайт перезаписывались новые. То есть 4 гигабайт прогрузили, потом следующие 4 гигабайт перезаписали на предыдущие. Таким образом, ваш биткоин-кор по всей цепочке пробежится, но объёма не создаст. Всё останется только на 4 гигабайт. Ну вот у меня папка биткоина весит не больше 6. Пользоваться сможете, когда дойдёте до последней транзакции на текущую дату. То есть, по сути, вы как бы вспоминаете все прошлые операции, чтобы начать следующую. Ну и всё, платформа создана. Где же ваш кошелёк? Он находится в папке, называется wallet.dat. Этот кошелёк создался автоматически и у него появился адрес. То есть, в принципе, вы уже можете на этот адрес принимать и отправлять. Ваш кошелёк готов. Пару деталей. Биткоин-кор сделан так, что если в папке он не найдёт wallet.dat, то создаст новый с, естественно, новым адресом. Таким образом, вы можете просто изменить название файлика и у вас появится новый wallet.dat с новым адресом. Таким образом, вы можете наплодить хоть миллион этих счетов. И самый главный кайф. Любое количество биткоинов можно взять и перенести куда угодно. На флешку, на другой комп, да хоть по почте отправить. Когда вы откроете wallet.dat вновь в новом месте, там будет счет с вашими биткоинами. Хотя по почте я отправлять бы не стал. Всякое может быть. Но, в принципе, вы можете защититься, поставив пароль на кошелёк. Это сделать я не то чтобы советую, а требую. Ваш кошелёк должен быть под паролем в 20 плюс символов. На разных языках, с разным регистром и, желательно, спецсимволами. То есть идеальный пароль выглядит так. Не так, а так. И не забывайте. Потеряли пароль, просрали все свои деньги. Поддержки нет. Звонить некому. Итак, суммируем. В этом случае вам понадобится SSD диск, биткоин корр, прогруженные транзакции и зашифрованный кошелёк. Способ номер два. Онлайн кошельки. Если вы регистрировались на хоть каком-нибудь сайте, то всё. Вы знаете этот способ. Можем переходить к следующему. Ну, серьёзно. Тут идея такая, что все услуги по хранению вашей крипты берёт на себя какой-то сервис. С вас берёт копеечную комиссию за транзакцию и на этом всё. Вы просто находите любой сервис, регистрируетесь и вуаля. У вас есть адрес кошельков. В чём же подводный камень? Спросите вы. Ну вот в первом способе ваш кошелёк принадлежал вам и только вам. А здесь кошелёк принадлежит сервису, а вы им управляете. То есть, если этот сервис взломают, или ещё интереснее, владелец сервиса решит уехать в закат, то всё. Дальше вы помните. Никому позвонить нельзя, поддержки нет. Вот, например, один случай, когда из такого онлайн-кошелька ввели 400 тысяч долларов, и представители сказали, эм, ну, вообще-то это горячий кошелёк и подходит для малых сумм. Онлайн-кошелёк – это оптимальный баланс между защитой и удобством использования. Для более крупных сумм используйте холодные и аппаратные кошельки. И он прав. Эти онлайн-кошельки для торговли, для малых сумм, для быстрого доступа, но не для хранения. Сюда же относятся разные биржи. Не пугайте слово «биржа», тут всё то же самое. Зарейгился, получил кошелёк. Советую просто перед выбором биржи гуглить название биржи и взломанное. И на основании этого принимайте решение. На моей памяти одними из более приличных были Битрикс, Бинансы и Кракен. Но тут я могу ошибаться. Обновите данные самостоятельно с помощью гуглений. Главное помнить. В этом случае вы не владеете кошельком, у вас есть доступ к кошелькам-сервисам. На англоязычном реддите даже есть поговорка «Не твои ключи, не твои биткоины». А мы переходим к третьему способу, который использую лично я сам. Способ номер три. Это тот самый аппаратный кошелёк, который и удобен, и безопасен, но не бесплатен. Есть такая штука, выглядит она так. То есть это прям физический носитель. Грубо говоря, весь геморрой первого способа уже реализован в коробочке, которая может быть похожа на флешку. Плюс безопасность получше на двух уровнях. Во-первых, никакая транзакция без пин-кода на самом устройстве не пройдёт. То есть для осуществления манипуляций по отправке нужно физическое подключение этой штуковины и пальцы, которые наберут код. И во-вторых, вы сами храните приватный ключ. При активации для вас генерируется случайный набор символов или слов, которые подтверждают право владения кошельком. И вот этот ключ никогда не храните в интернетах. Только в оффлайне. Опять же, по примеру с биржами и онлайн кошельками, приватный ключ от как бы ваших кошельков хранят владельцы сервисов у себя. А тут у вас полная степень владений. Ну а из удобства он похож на онлайн кошелёк, хотя тут даже регистрироваться не надо. Прошёл процедуру активации, узнал приватный ключ, задал пин-код и вперёд. Скачивай приложения, биткоин, лайткоины и какие там он поддерживает, и делай, что вздумается. Все твои активы будут храниться на этой флешке. Лично я пользуюсь Ledger, это французская разработка и за 4 года ни разу меня не подводил. Да и скажем, если планируешь хранить больше сотни тысяч, то потратить 7 тысяч на кошелёк не такая уж большая сумма. Я в описании оставлю реферальную ссылку. Если перейдёшь по ней и оформишь заказ, то мне отсюда в друблей 500. Если решишь приобрести удобную штуковину по моей ссылке, то буду благодарен. Ах да, если в итоге эту флешку потеряешь, то ничего страшного. Можно купить новый Ledger и вписать тот приватный ключ, который ты надёжно сохранил в офлайн. И всё, твои активы станут доступны уже на новой коробочке. Именно из этих соображений нельзя приватный ключ хоть куда-то класть в интернет или, не дай бог, в облачное хранилище. Хацкеры спистят и украдут. В общем, этот вариант вобрал в себя всё лучшее. Безопасность из первого и удобство использования из второго. Никаких скачиваний цепочек на SSD, но и приватные ключи у тебя. Плюс можно хранить разные валюты. Есть ещё один способ, называется холодный кошелёк, но его тут освещать не будем, потому что все, кто готов идти по нему, узнали о крипте ещё раньше меня. Лучше пару слов о том, как купить. Итак, у вас есть место, где эту валюту хранить. Теперь нужно найти способ обменять валюту, традиционную на крипто. И в случае чего обратно. То есть, надо найти человека, у которого есть биткоины, и он готов их поменять. Тут тоже есть несколько вариантов. Долгое время популярным способом был сайт bestchange.ru, да в принципе он и остался. Там логика простая. Выбираешь, что ты хочешь отдать и что ты хочешь получить. Выбираешь подходящий обменник. Тут смотрите на количество отзывов, чем больше, тем лучше. Некоторые обменники могут запросить фото номера кредитной карты. Главное, помните, случайно CV не показывать. А некоторые даже паспорт попросят, бывает всякое. Главное, внимательно читайте условия каждого обменника. Либо можно воспользоваться сервисом LocalBitcoins. Там похожая история, это платформа, где покупатель ищет продавца. Но здесь есть функция безопасной сделки, где биткоины продавца замораживаются сервисом, пока два участника не подтвердят, что всё хорошо. Какой бы способ вы не выбрали, всегда пробуйте сначала небольшую сумму. Сам знаю по себе, пока один раз не попробуешь, никакие гайды в интернетиках тебя не убедят. И помните, криптовалюта это очень изменчивая штука. Можно как и поднять бабла, так и остаться без штанов. Никакие последние средства и уж тем более кредиты сюда вкладывать нельзя. Более того, есть ещё криптовалюта, привязанная к доллару. Так что вы можете хранить деньги не в биткоинах, а в так называемом крипто-долларе. Его волатильность близка к нулю. Я надеюсь, что это видео поможет начинашкам побороть свои страхи. И я думаю, если вы сможете создать свой первый кошелёк, то с вводом и выводом средств уж точно разберётесь. Главное быть осторожным, читать все условия внимательно и не держать свои ключи в интернетах. Помните, что если даже вы отправите не на тот адрес, то звонить некому, никакой техподдержки не существует. Великая сила, великая ответственность.